Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечера и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Чтобы углублением в небесное таинство тела и крови Христовых возгреть в себе большую любовь к Богу, обратись помыслом к созерцанию любви, какую явил самому тебе Бог всем таинстве. «Ибо сей великий Бог и Вседержитель не удовольствовался тем, что создал тебя по образу и подобию своему, не тем, что, когда ты, согрешив и оскорбив его, не спал из щины своего, послал сына своего единородного пожить тридцать и три лета на земле, чтобы взыскать тебя, и, подъяв страшные страсти и мучительную смерть крестную, искупить и исхитить тебя из рук дьявола, которому ты поработил себя грехом, и опять восставить тебя в свой чин. Но, кроме того, благоволил учреждену быть еще и таинству тела и крови в пищу тебе, для существеннейшего срастворения с естеством твоим всей силы воплощенного домостроительства. Сие-то последнее изъявление при многой к тебе любви Божией сделай для себя предметом постоянного созерцания и углубления, чтобы, узревая всестороннюю полноту ее и при изобилии, питать тему и паче воспламенять и свое к Богу всецелое устремление и любовь. Помысли о том, когда стал любить тебя Бог, и увидишь, что сему нет начала. Ибо сколько сам он вечен по божескому естеству своему, столько же вечна и любовь его к тебе, покоя и он прежде всех веков положил в совете своем даровать тебе сына своего дивным неким и непостижимым образом. Узрев же сие, восторженную возрадуйся радостью духовную, и воззови. Итак, еще воной бездне вечности, мое ничтожество было попечительно зримо и любимо Богом беспредельным. Еще тогда промышлял он о благе моем и по благоволению неизглаголанной любви своей положил даровать мне в пищу сына своего единородного. Могу ли я после сего позволить себе хоть один момент не быть прилепленным к нему всею мыслью моей, всем желаниям моим и всем сердцем моим? По мысли также, что всякие взаимные любления тварей между собой, как бы они велики ни были, имеют свою меру и свой предел, за которые и не могут простереться. Одна любовь Божия к нам не имеет предела. Посему, когда потребовало с особым неким образом удовлетворить ее, он предал на сие сына своего, равного ему по величию и беспредельности, как сущего единого и того же с ним естества. Итак, любовь его такова, каков дар. И обратно, таков дар его, какова любовь. И то, и другое столь велико, что большей меры великости не может и вообразить никакой тварный ум. Размерь же и ты за сию безмерную любовь, по крайней мере, всевозможную для тебя мерой любви. По мысли еще, что Бог подвигся на возлюбление нас никакой-либо необходимостью, но по единой своей естественной благости возлюбил независимо ни от чего сам от себя, сколь безмерно, столь же и непостижимо. Что с нашей стороны не могло быть предпослано сему возлюблению никакое достохвальное дело, достойное воздаяния. Чтобы беспредельный Бог за то презельностью любви воздал нашей всесторонней бедноте. Что он возлюбил нас, потому что так восхотел по единому благоволению своему. И не только возлюбил, но и даровал себя нам, недостойнейшим тварям своим. Что любовь сия, если возришь на чистоту ее, не смешана, как большую частью тварная любовь с чаянием какого-либо добра от нас впереди. Ибо Бог не имеет нужды в каком-либо добре со стороны, как Сам в Себя вседовольный и всеблаженный. Посему, если благоволил излить на нас неизреченную благость и любовь, то излил не ради блага себе от нас, а для блага, собственно, нашего. Помышляя о всем всем, можешь ли ты не взывать в себе? О, как дивно сие! Всевышний Бог приложил сердце свое ко мне, малейшему творению своему. Что же ты хочешь от меня, царю славы? Чего чаешь от меня, который ничто иное есть, как пыль и прах? Вижу, добрый, Боже мой, при свете безмерной любви Твоей, что у тебя одно при всем желание, наиболее показывающая светлость Твоей ко мне любви, именно, что ты благоволишь даяти мне всего себя в пищу и питье не для другого чего, как для того, чтобы приложить всего меня в себя, не потому, чтобы имел ты нужду во мне, но потому, что я крайнюю имею нужду в тебе. Ибо таким образом ты бываешь живущим во мне, а я в тебе. И через любительное соединение сие делаюсь я, как сам ты. И скажу так по-человечески, через соединение моего земного сердца с Твоим сердцем небесным ссадевается во мне единое некое, божественное сердце. От таких помышлений не можешь ты не преисполниться изумлений и радости, видя себя так высоко ценимым от Бога и так много Ему любезным, и уразумевая, что Он безмерной любовью своей к тебе ничего другого не ищет и не желает от тебя, как привлечь любовь твою к себе и тебя собою облаженствовать, отторгши тебя от всякого пристрастия к тварям и самому себе, чтобы ты таким образом возмог всего себя принести Ему, Богу твоему, как все сожжения, и чтобы отныне во все последующее время жизни Твоей единая любовь к Нему и усердное желание благоугождать Ему обладали и умом Твоим, и Твоей волею, и памятью, и всеми чувствами Твоими. Всякое благодеяние любви Божией к тебе может отразиться таким воздействием на душу Твою, наипаче же естественность Ему быть при разумном воззрении на многоблагодатное таинство Божественной Евхаристии, на которое, взирая умом, отверзи сердце свое к Нему, и злей следующие благоговейные молитвы и любительные воздыхания. О, брашно пренебесное, когда же настанет для меня час пожреться тебе всецело не другим, каким огнем, а огнем любви Твоей? Когда, о несозданной любовь, о хлебе жизни, когда стану я жить с тобой единым для тебя единого и в тебе едином? Когда, о, жизнь моя, жизнь красная, жизнь сладостная и вечная, манна небесная, когда, отвратившись от всякого другого брашно-земного, стану я вожделевать тебя единого и питаться тобою единым? Когда будет сиеу сладость моя всенасытительная, о, благо мое верховное, о, Господи мой, превожделенный и всеблагодатный? Исторгни сие бедное сердце из уз всякого пристрастия и всякой наклонности недоброй. Укрась его святыми добродетелями твоими и исполни таким благонастроением, чтобы мне со всей искренностью все делать только для того одного, чтобы благоугодить тебе. Тогда достигну я, наконец, того, что, отверзши тебе сердце мое, уже не недостойное тебя, призову тебя и любовью по нужду тебя в нити в него. Ты же, Господи мой, вошедший внутрь, станешь, не встречая сопротивления совершать там все воздействия, какие обычно совершаешь в душах преданных тебе. В таких любительных помышлениях и чувствах можешь ты проводить вечер и утро, приготовляясь к святому причастию. Потом, когда совсем приблизится священный час причастия, со смирением и сердечной теплотой, поживее вообрази, кто тот, кого имеешь ты приять в себя, и кто ты, имеющий приять его. Тот есть Сын Божий, в непостижимое обличенное величие пред коем трепещут небеса и все силы. Есть святый святых, светлейше солнце, недомыслимая чистота, в сравнении с коей нечиста всякая чистота тварная, который из любви к тебе, прияв взрак раба, восхотел быть презренным, поруганным и распятым злобой мира беззаконного, пребывая в то же время Богом в деснице коего жизни и смерть всего мира. Кто же ты? Ты — ничто. По своему растлению, лукавству и злобе, сделавшейся ничтожней ничего, хуже всякой ничтожнейшей и нечистейшей твари, посмешище преисподних демонов, который вместо воздаяния благодарения щедрому Богу за столькие и таликие благодеяния, увлекаясь своими фантазиями и похотями, презрел столь великого благодетеля своего и владыку и попрал бесценную кровь его за тебя пролитую. А он при всем том, по непристающей и неизменной любви своей к тебе, призывает тебя к божественной трапезе своей иной же раз и понуждает приступить к ней страшными угрозами, напоминая тебе ко всем изреченное слово свое, аще не снести плоти сына человеческого, не пиете крови его, живота не имате в себе. И как не затворяет пред тобою двери милосердия своего, так не отвращает от тебя лица своего, хотя ты по грехам своим и прокажен, и расслаблен, и слеп, и беден, и порабощен всякими страстями и непотребностями. Вот только чего требует он от тебя. Первое, чтобы ты возболел сердцем своим об оскорблении его. Второе, чтобы ты паче всего ненавидел грех всякой и большой и малой. Третье, чтобы ты всецело всего себя предал ему и со всем расположением и любовью сердечную одно имел попечение. Всегда и во всем, во всяком деле быть в воле его и в полной покорности ему единому. Четвертое, чтобы ты имел крепкую в него веру и твердо уповал, что он помилует тебя, очистит тебя от всех грехов своих и охранит от всех врагов твоих, видимых и невидимых. Подкрепившись с такой неизреченной любовью к тебе, Божию, приступи ко святому причастию со страхом святым и любительным, говоря, «Не достоин я, Господи, мой, приятия тебя, ибо столько и столько раз прогневлял тебя грехами моими, а не оплакал еще всех таких нечестивых дел моих. Недостоин я, Господи, мой, приятия тебя, ибо не очистил еще себя от расположения и пристрастий к тому, что неблагоугодно тебе. Недостоин я, Господи, мой, приятия тебя, ибо не предался еще со всею искренностью в любовь к тебе, в волю твою и в покорность тебе. О, Боже мой, всесильный и безмерно благий, сам ты, по всесчедрому человеколюбию своему, удостоин меня приятия тебя, с верой притекающей, как тебе. После же того, как сподобишься святого причастия, заключись в сокровенностях сердца своего и, забыв все тварное, простри к Богу такую или подобную сей беседу. Всевышний Царю неба и земли, кто в нити тебя сотворил в недостойное сердце мое, когда я и окаянен, и беден, и слеп, и наг? Никто, конечно, как безмерная любовь твоя ко мне. О, любовь несозданная, о, любовь сладчайшая. Чего же хочешь ты от меня в конец обнищавшего? Ничего. Как проразумеваю и вижу, кроме любви моей к тебе. Ничего, кроме того, чтобы на жертвеннике сердца моего не горел никакой другой огонь, кроме огня любви моей к тебе, который бы попалял всякую другую любовь и всякое другое желание, кроме желания всего меня принести тебе в жертву все сожжения и воню благоухания. Ничего другого никогда не желал ты и не искал от меня, и теперь не ищешь и не желаешь. Вон ми же, Господи, ныне обетом сердца моего. Все сочетаваю с желанием твоим мое желание. И как ты всего себя дал мне, и я всего себя предаю тебе, да буду весь в тебе. Ведаю, Господи, что сему нельзя быть, если не будет во мне полного самоотвержения, если останется во мне какой-либо след самолюбия, если будет укрываться во мне сочувствие и расположение к какой-либо воле своей или мыслям своим, или к самоугодливым обычаям моим. Почему хочу и порываюсь отныне противиться себе во всем, что неугодного тебе вожжелает душа моя, и нудить себя на все, что благоугодно тебе, хотя бы все во мне и вовне меня, восставало против того. Сам я не силен успеть в этом, но, как отныне ты со мною, то дерзновенно уповаю, что ты сам будешь совершать во мне все достодолжное. Порываюсь и ищу, и да будет сердце мое едино с твоим сердцем, и уповаю, что сие будет мне благодатью твоей. Порываюсь и ищу ничего не видеть и не слышать, ни о чем не помышлять и ничему не сочувствовать, кроме того, к чему поведет и на что указывать будет воля твоя с заповедями твоими определенные, и уповаю, что сие будет мне действием силы твоей во мне. Порываюсь и ищу не отходить вниманием от сердца, в коем ты, и там, непрестанно взирая к тебе, согреваться лучами света от тебя исходящего, и уповаю, что сие будет мне прикосновениями и объятиями дланей твоих. Порываюсь и ищу, да отныне ты един будешь мне свет и сила и радование, и уповаю, что сие будет мне спасительными твоими воздействиями на внутреннее мое. Осем и молюсь, и непрестанно молиться буду, о, премилосердный Господи, буди мне сие, буди. Попекись затем, день ото дня, все более и более преизбыточествовать, веруя в силу его пресвятого таинства Евхаристии, и не переставая изумляться сему дивному таинству. Помышляй, как Бог под видом хлеба и вина являет тебе себя и существенно бывает в тебе, чтобы содевать тебя наиболее святым, преподобным и блаженным. Ибо блаженны те, которые не видят, но веруют, по слову Спасителя, блажений не видевши и веровавши. И не желай, чтобы всей жизни Бог являл себя тебе под другим, каким видом, кроме сего таинства. Старайся возгревать в себе теплое желание сего таинства и каждодневно преуспевай и в ревностной готовности творить одну волю Божию и в духовной мудрости ее делать царицей и правительницей всех дел твоих и духовных, и душевных, и телесных. Всякий раз, как причащаешься, причащаясь всей жертвой бескровной и себя самого приноси в жертву Богу, то есть изъявляй полную готовность полюбиви к Господу за нас пожершемуся терпеть всякую напасть, всякую скорбь и всякую напраслину, какие могут встретиться в течение жизни твоей. Святой Василий Великий полнее изображает долг, налагаемый святым причастием на причащающихся со слов святого Павла, что причащающиеся тело и крови Господа, смерть Господню возвещает. Смерть же была поднята Господом за всех людей и за причащающихся, чего ради, доживущие не к тому себе живут, но умершему за них и воскресшему. Следовательно, причащающиеся с верою, любовью и готовностью до положения живота быть верными заповедям Божьему и всякой явной им изъявленной воле, берут на себя долг уже не жить более себе ни миру и греху, но приемлемому имя во святом причастии Господу Богу, за них умершему и воскресшему. Наконец, прияв в святом причастии Господа за тебя пожершиваться и общником быв силы сей жертвы, во имя ее вознеси к небесному Отцу после благодарения и словословия молитвы и моления о твоих нуждах духовных, душевных и телесных, затем о святой Церкви Божией, о домашних твоих, о благодетелях и о душах в вере почивших. Будучи сочетаны с жертвой, коей Сын Божий исходатайствовал нам от Бога Отца всякую милость, молитва сия услышана будет, и не оставлено будет без плода. Блаженный Феофилакт Болгарский Благовестник Толкование на Евангелие от Матфея Глава 26 Стихи 1-2 «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын человеческий предан будет на распятие». После того, как упомянул о царстве и муках, благовременно беседует потом и о своем страдании, как бы так говоря, «И распинатели мои будут осуждены в огонь». Стихи 3-5 «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». «Закон повелевал, чтобы один был архиерей во всю свою жизнь, но иудеи, вопреки закону, делали у себя многих архиереев, сменяя их каждый год. Итак, к архиерею того года приходят на совет об убийстве те, которые должны были удерживать других от убийства и наказывать убийц. А часто архиереями называют евангелисты тех, которые окончили уже свою годичную службу. Намереваясь совершить преступное убийство, они боялись не Бога, а народа. Боялись же того, чтобы народ в случае убиения ими Христа в праздничное время не восстал к отмщению за то. Или вместе и того, чтобы убийством своим не отвлечь народа от узаконенных жертвоприношений и самим не лишиться выгод от жертв. опасались может быть и того, чтобы смерть Христа не соделала с общеизвестной и славной, если убьют его в праздник. Им хотелось истребить и память о нем. Таким образом, сделав совет перед праздником, они положили убить его после праздника. Но он, желая показать, что страждет не тогда, когда они хотели бы, но когда сам он восхотел, попускает взять себя накануне самого праздника Пасхи, чтобы в то же самое время совершилась и Пасха истинная, в которой обыкновенно бывала Пасха прообразовательная. Нельзя при всем не заметить, что они еще сквернили себя убийством, потому что не хотели убить его в праздник, и однако ж убивают, лишь только нашли предателя. Чтобы только исполнить волю свою, они на народ уже не обратили внимания. Стихи 6-7. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Некоторые говорят, что было три жены, которые помазали Господом миром, и о которых упомянули все четыре евангелиста, а другие полагают, что их было две. Одна упоминаемая у Иоанна, то есть Мария, сестра Лазарева, другая та, которая упоминается у Матфея. Она одна и та же с упоминаемой у Луки и Марка. О Симоне Прокаженном некоторые говорят, что он был отец Лазаря, что Господь очистил его от проказа и угощен был им. Сказывают также, что когда Господь говорил ученикам «Идите к хозяину дома и покажет вам горницу усланную», то посылал их к Симону, который, как говорят, и принял Господа, и Господь совершил у него Пасху. В виде сего прокаженного очищенным и означенная жена возымела веру, что и она получит отпущение грехов и очистится от своей душевной проказы. По вере она идет, покупает драгоценное миро и с дерзновением возливает на главу Господа, отдавая через это честь важнейшей части тела. Так и ты, когда одержим бываешь душевной проказою, привознося с фарисейски и удаляясь через то от Бога, прими в дом свой Иисуса и помашь его миром добродетели, ведь и ты можешь изготовить своего рода мира, очистившему тебя от проказа Иисусу и возлить на главу его. Что же означает глава Христова? Не иное что, как божество его, которому приносится благовоние добродетелей. Да исправится молитва моя сказана, яку кодила пред тобою. Псалом 140, стих 2. И ты приноси божеству Христову благовоние мира, составленного из добродетелей, и чти Господа, исповедуя его не только человеком, но и Богом, ибо через сие ты также помазаешь главу его благовонным миром, то есть православно богословствуешь. Стихи 8-11 Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисусу, разумевся, я сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Многое слыша от Господа о милостыне и высоко ценя ее, ученики начали упрекать жену, полагая, что Бог ищет более человеколюбия, нежели чести себе, но он делает выговор ученикам, поскольку они неблаговременно упрекали жену. От новоприходящих и вообще не следует требовать слишком многого, а тем более от слабой женщины, но надлежит принимать и малую веру их. Поэтому, когда кто приносит дар Богу, не отклоняй его, и не подавляй усердий его, не отсылай его раздать то нищим, но предоставь ему совершить приношение. Разве когда кто потребует у тебя совета о том, нищим ли нужно отдать что-либо или принести Богу, в таком случае посоветуй ему отдать лучше нищим, но когда уж он принес, то напрасно будешь говорить и сего не оставлять, при том же честь, воздаваемую непосредственно Богу, должна предпочитать всем вообще добродетелям, а следовательно и самой милостыни. И если Христос ради человеколюбия относит дела милости к себе, то не подумай, что Бога должны оставлять и заботиться лишь о милостыне, ибо в таком случае выйдет, что можно и святотатствовать и святотатственного подавать милостыню, но этого нельзя допустить. А что оказывать милосердие бедным и воздавать честь и угождать самому Христу есть не одно и то же, слушай, нищих, говорит, всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Видишь, что иное дело служить Христу и иное миловать нищих, хотя Христос по человеколюбию своему и относит к себе самому то, что делают для бедных, добро ли то или зло. Стихи двенадцатый тринадцатый Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению, истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Этим Господь дает нам знать, что упомянутая жена поступила так по особенному мановению Божию, прообразуя смерть его и погребение тела его. Иначе Господь не попустил бы помазать себя миром, если бы не хотел явить в этом какой-либо тайны. Но как Бог Всеведущий, Он предсказал при всем будущее, то и что в похвалу жене о поступке ее возвещаемо будет повсюду. Заметь же, человеколюбие Божие, каким великим даром воздает он жене, ибо устрояет то, что память о ней будет повсюду, и при том до тех пор, пока продолжится проповедь Евангелия. Вопрос, ну каким образом мира указывала на погребение Христа? ответ. У иудеев был обычай погребать тела с мастями мира, как делали и египтяне, для того, чтобы предохранить их от гниения и дурного запаха. И так же насия, говорит он, возлияние мира дает знать, что тело мое будет предано погребению. Все же это сказал Господь с той целью, чтобы тронуть и вразумить иуду, через которого имел быть предан на погребение. В переносном смысле разумей под прокаженным языческий народ, под женою грешницею церковь из сонма язычников, которая принесла мира, то есть благочестную веру, и возлила на главу Христа или на божество его, ибо всякий, кто верует, что Христос есть Сын Божий, возливает тем мира на главу Христову. Наконец, Иуда, притивший жене, как говорит Иоанн, есть образ иудеев, которые до ныне ропщут на церковь Христову. Стихи 14-16. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его. Они предложили ему тридцать сребреньков. И с того времени он искал удобного случая предать его. Когда чуждая жена, блудница оказала такую честь, тогда ученик уходит, чтобы предать его. Тогда пошел, сказано не напрасно, но для значения бесстыдства Иудина. Искариот присовокупил евангелист для того, чтобы определение означать его, так как был другой Иуда, который иначе назывался Левеем, а Иуда предатель был и селение, которое называлось Искара. Они предложили ему тридцать серебреньков, то есть согласились, определили дать ему, а не то, чтобы уже отвесили их, как многие думают. Иуда искал удобного времени, чтобы предать его им наедине. Поскольку они боялись народа, то и подкупили Иуду известить их, когда он будет один. Стихи 17-19 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где величном приготовить тебе Пасху? Он сказал, пойдите в город к такому-то, и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус и приготовили Пасху. Мне кажется, что первым опресночным днем Евангелист называет день предопресночный, предыдущий днем опресноков. Есть Пасха им надлежала по-настоящему вечером в пятницу. Этот день и назывался днем опресноков, но Господь посылает учеников своих в четверток, который Евангелист называет первым днем опресноков, как предшествующей пятницы, в которую вечером обыкновенно ели опресночный днем. Или иначе, Христу с учениками надлежало есть Пасху в четверток вечером. Поэтому вечеру, как на вечерю пятка, четверток назывался по закону первым опресночным днем, так как праздник начинался обыкновенно с вечера, в который ели опресночки. Христос и послал учеников в четверток, который Евангелист называет первым опресночным днем, как предшествующий вечеру, в который ели опресночки. Ученики подходят и спрашивают Иисуса, где велишном приготовить тебе Пасху, потому что ни они сами, ни он не имели собственного дома, а он посылает их к человеку незнаемому ими и незнающему их, подобно как распорядился и касательно ослицы, показывая им, что человек тот может послушаться и простых слов незнакомых ему лиц и примет его. Пасху же восхотел совершить для того, чтобы не показаться противником закона. Своим временем называет свое заклание, чтобы мы знали, что он заколается не безведомо о том и не против воли своей. К словам «У тебя или в твоем доме совершу Пасху» Господь присовокупил с учениками моими, чтобы тот человек знал, что вечерю будут вкушать многие и что им надобно приготовить еду в достаточном для всех количестве. Стихи 20-22 «Когда же настал вечер, он возлег с двенадцати учениками и когда они ели сказал «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них «Не я ли Господи?» Из всего некоторые заключают, что в этот год Господь не вкушал Пасхи. Агнцы говорят, ели стоя, а Христос возлежал, следовательно, не ел Пасхи. Но мы утверждаем, что он сначала стоя ел Пасху ветхозаветную, а потом уже возлег и преподал свое таинство. Наперед совершил он прообразовательную Пасху, а потом совершил и Пасху истинную. А поступки Иуды предсказывает с той целью, чтобы как-нибудь исправить его, заставив устыдиться, по крайней мере, общение трапезы и дав ему знать, что он хотел предать Бога, ведающего сердца и помышления. Ученики же стали беспокоиться за себя, потому что, хотя совесть их была чиста, но они доверяли не столько себе, сколько Христу, как знающему сердца их лучше их самих. Стихи 23-25 Он же сказал в ответ, «Опустивши со мной руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Присем Ииуда, предающий его, сказал, «Не я ли рови?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Здесь прямо обличает предателя, поскольку от прикровенного обличения он не хотел исправиться. Поэтому словами, опустивши со мной руку в блюдо, объявляет о нем для того, чтобы, хотя и этим способом исправить его». Несмотря на то, бесстыдный Иуда обмакнул кусок в одном блюде со Христом. Потом Господь говорит, «Сын человеческий идет, как писано о нем». То есть хотя Христу и предопределено пострадать для спасения человеческого рода, однако поэтому отнюдь не следует чтить Иуду, напротив, горе ему, потому что он сделал это не с тем, чтобы содействовать воле Божией, но чтобы исполнить свою злую волю. Притом, если рассмотреть внимательно, Христос не имел непреклонного желания быть распятым. Это дает он видеть из того, что молился об удалении сей чаши, но как он сый прежде век знал, что по причине злобы врага иным способом невозможно людям спастись, то начинает потом желать испить чашу, которой сначала не желал было. Словами «лучше было бы этому человеку не родиться» показывает, что небытие лучше бытия во грехах. Вникни также в слово «идет», ибо оно обозначает, что умерщвение Христа будет более переходом, нежели смертью. Стих 26. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». «Когда они ели, присовы купил евангелист для того, чтобы показать бесчеловечий Иуды, если бы он был и зверь, то и тогда должен был бы смягчиться потому же, что вкушал одну пищу с одной трапезы, а он, между тем, и будучи обличаем, не вразумился, и даже причащаясь тело его, не раскаивался». Впрочем, некоторые говорят, что Христос приобщил своих учеников тайнам своим уже тогда, когда Иуда вышел. Так обязаны поступать и мы, то есть нечестивых людей удалять от божественных тайн. Намереваясь преломить хлеб, Господь благодарит, как для того, чтобы и нас научить приносить хлеб с благодарением, так и для того, чтобы показать, что он с благодарностью принимает преломление, то есть умерщвление своего тела и не негодует на это, как на нечто невольное. Благодарит, наконец, и для того, чтобы и мы принимали страшные тайны Христовы с благодарностью. Когда говорит «Сие есть тело мое», то показывает, что хлеб, освящаемый на жертвеннике, есть самое тело Христово, а не образ его, ибо он не сказал «Сие есть образ моего тела», но «Сие есть тело мое». Хлеб неизъяснимым действием прилагается, хотя нам и кажется хлебом. Поскольку мы слабы и не решились бы есть сырое мясо, особенно человеческую плоть, то нам преподается хлеб, а на самом деле это есть плоть. Стихи 27 и 28 «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставлении грехов». Как Ветхий Завет имел заклание и кровь, так и Новый Завет имеет кровь и заклание. За многих сказал вместо за всех изливаемая, ибо и все суть многие. Но почему выше не сказал «Примите и едите все», а здесь сказал «Пейте из нее все». Одни говорят, что так сказал ради Иуды, что будто Иуда взяв хлеб не ел его, а скрыл, чтобы показать иудеям, что Иисус называет хлеб своей плотью, но чашу и нехотя пил, потому что скрыть ее уж совершенно нельзя было. Поэтому будто сказал Господь «Пейте все». Другие, понимая в переносном смысле, говорят, поскольку твердую пищу можно принимать не всем, а только тем, кто имеет совершенный возраст, пить же можно всем, то по этой причине и сказал здесь Христос «Пейте все», ибо простейшие догматы православной веры могут понимать все, а трудные и высокие не все. Стих 29 «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего». Вкусив от чаши, отказывается наконец от телесного питья, а возвещает о некотором новом вкушении в царстве, то есть в воскресении. По воскресении действительно он ел и пил, но уже для некоторой новой цели, ибо ел и пил не потому, что имел нужду в пище, а для уверения в истинной природе тела своего. Свое воскресение справедливо называет царствием, ибо тогда он упразднил смерть, явившись истинным царем. Или можешь понимать и так, новое питье есть откровение тайн Божьих, которое откроется тогда в Царстве Божьем, то есть при втором пришествии и будут новыми, каких то есть мы никогда не слышали. Христос обещается сам пить их вместе с нами в том смысле, что нашу пользу почитает своею пищу и питьем. Стих тридцатый «И воспев, пошли на гору Илеонскую». По окончании вечери они воспели, чтобы и мы знали, что и нам должны делать так же. Идет на гору Илеонскую в место известной иудеям, а не в другое какое-либо неизвестное для них место, чтобы не подумали, что он бегает, а вместе и для того уходит из кровожадного города и оставляет его, чтобы не воспрепятствовать им гнаться за собою, а после обличить их, что они преследовали его и по отшествии. Стихи тридцать первые, тридцать вторые. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазните сомнев эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. Как Бог он предсказывает будущее. А чтобы ученики не соблазнились и не вменили этого в укор себе, говорит, что так написано, порази пастыря и рассеются овцы. Книга пророка Захарии, глава тринадцатая, стих седьмой. Этим внушает следующее. При мне вы были все вместе, разлука со мной рассеет вас. Поражение сына приписывается отцу в том смысле, что иудеи распяли Господа по изволению, то есть по попущению отца. Он мог воспрепятствовать им, но не препятствовал, а попустил, поэтому и говорится, что он поразил. Потом, разрешая скорб учеников, Господь сообщает им радостную весть. Я восстану и предварю вас, то есть наперед вас поспешу в Галилею. Отсюда показывает, что Иерусалим он оставит и пойдет к язычникам, ибо в Галилее жили язычники. Стихи 33-34. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь прежде нежели проповет петух, трижды отречаешься от меня. По причине большой самоуверенности Петр один обещает не соблазниться. Поэтому Христос попустил ему пасть, чтобы научить его надеяться не на себя, а на Бога, и слова Христовы почитать достовернейшими собственного сознания. Притом слова «если все соблазняться я никогда» отзываются высокомерием и обнаруживает в Петре гордость и незнание собственной немощи. Поэтому Господь показывает ему и время отречения в эту ночь, прежде, нежели проповет петух. Предсказывает даже и число отречений, то есть, что он отречется три раза. Стихи 35-36 говорит ему Петр хотя бы надлежало мне и умереть с тобою не отрекусь от тебя. Подобно и говорили все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место называемое Гефсимане и говорит ученикам «посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Петр прикословит Спасителю, желая показать, что он вполне предан ему. Освободившись от страха предательства, он по сильной любви и чувству чести начал теперь восставать на других и сопротивляться Христу. Впрочем, и другие ученики, не испытав еще искушения по неведению своему, обещали то, чего не имели исполнить. Христос идет помолиться в уединенное место, потому что для молитвы нужно отрешение от всего и уединение. Стихи 37-39 и взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лице своя, молился и говорил, Отче мой, есть ли возможно, да минует меня чаши сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Не всех берет учеников, а только тех троих, которым явил славу свою на фаворе, чтобы не соблазнились, видя его молящимся и скорбящим. Но Исих троих оставляет и, отойдя от них, начинает наедине молиться. Оскорбит он и тоскует благопромыслительно, чтобы то есть уверовали, что он истинный человек, ибо человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе, и поэтому природа человеческая боится ее и бежит от нее. Скорбит вместе и для того, чтобы утаить себя от дьявола, чтобы дьявол устремился на него как на простого человека и умертвил его, и таким образом был не зложен. С другой стороны, если бы Господь сам пошел на смерть, то подал бы иудеям повод говорить свое оправдание, что они не погрешили, убив его, так как он сам пришел к ним на страдания и на смерть. Отсюда понятно, что и мы не должны ввергать сами себя в опасности, но должны молиться об избавлении от них. Для того он и не отошел на дальние расстояния, а находился вблизи трех учеников, чтобы они могли слышать его, и когда впадут в искушение, сами молились подобно ему. Распятие свое он называет чашей, или по причине успения, так как он почил от него сном смертным, или потому, что оно сделалось причиной нашего веселья и спасения, желает домимо и детчаше сия, или во свидетельство того, что он как человек естественно отвращается от смерти, как выше сказано, или потому, что не желает, чтобы иудеи впали в такой тяжкий грех, за который должны были последовать разрушения храма и гибель народа, хочет, однако же, да будет воля Отча, чтобы и мы знали, что должно более повиноваться Богу, нежели исполнять собственную волю, хотя бы природа влекла к противному. Или для того молился Данима и едет от него чаша, чтобы не вменился иудеям грех, подобно как и Стефан, научившись у него, молился о побивающих его камнями, чтобы не вменилось им это в грех. Стихи сороковой сорок первая и приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение дух бодра, плоть же немощно. Поскольку Петр оказался слишком смел, равно как и прочие ученики, то изобличает их нетвердость, как людей говоривших необдуманно и в особенности обращает речь к Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною, и как же души свои положите за меня. Впрочем, поразив обличением, снова успокаивает их, говоря, дух бодр, плоть же немощно, а плотская немощь противится духу, то есть я извиняю вас, потому что вы вздремали не по невниманию ко мне, а по немощи. то не будьте так смелы, но молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. По мнению других, чтобы не впасть в искушение, сказано вместо «Да не будете побеждены напастью». Не то, говорят, заповедуют нам, чтобы мы вовсе были без напастей. Напасти или искушение доставляют венцы, а кто не искушен, тот и не венчается, но чтобы напасть не поглотила нас, и чтобы нам не попасть во чрево искусителя врага, как некоего зверя. Вот о чем велит молиться, ибо кто побежден врагом, тот уже вошел в чрево его. Стихи 42-44 «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаши сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Учись, человек, непрестанно молиться в искушениях, слыша, что и Господь многократно молился. Найдя их опять спящими, Господь, чтобы не оскорбить их, уже не стал обличать, но ставил их и пошел молиться в третий раз, уверяя таким образом в своем человечестве, ибо число три есть знак истины и достоверности. Стихи 45-46. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников, встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Показывая, что не имеет нужды в их помощи, когда намерен был предаться, он говорит, теперь уж спите, или произносит это, чтобы пристыдить их, как бы так говоря, вот предатель приблизился, если вам угодно и время позволяет спать, спите. Затем возбуждает их от сна и отводит от того места, где молился, идет навстречу искавшим взять его и встречает их, как будто они принесли ему что-либо приятное. Так и о том, о чем молился он предсим, молился для того, чтобы удостоверить в благопромыслительности своего воплощения, и если не желал пострадать, то для того, чтобы предохранить евреев от погибели, которая должна была постигнуть их за грех против него. Стихи 47-50. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел и с ним множество народа с мечами и колиями от первосвященников и старейшин народных, предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, рови, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? И тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Видишь ли орудия архиереев, колья и мечи? Так-то они были миролюбивы, так-то отличались духом кротости. Один из двенадцати, сказал евангелист, чтобы показать, что хотя Иуда был один из первых, несмотря на то предался дьяволу. Поэтому бойся и ты, человек, чтобы не ослабеть, и не отпасть, хотя бы и был ты из ближайших к Иисусу. Иуда подает знак отчасти потому, что была ночь, и они не могли распознать Иисуса. Особенно же, потому что пришедшие взятия Иисуса были не столько из простого народа, сколько из числа слуг архиерейских, которые, может быть, и вовсе не знали Иисуса. Ученик указывает им Учителя целованием. Зная человеколюбие И Господь терпит до самого последнего часа, желая привести его к покаянию своим долготерпением. Когда же он этим не вразумился, тогда Господь творит то, что они, как говорит Иоанн, пали на землю, чтобы, хотя через падение познали силу его, но безумные после этого не уразумели его. Тогда он предал себя им. Иуду называет Господь другом в смысле укоризны, за то, что он как будто друг дает ему лапзание. Для чего ты пришел? То есть с каким расположением пришел ты сюда? Пришел ли ты как друг, но в таком случае не следовало приходить с мечами и колиями, или ты пришел как враг? Но для чего целуешь меня? Таким образом изобличает его как листеца. Стихи 51-54 И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели двенадцать легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Извлекший меч был Петр, как говорит Иоанн. А имел он при себе нож, потому что незадолго предсим заклал Агнца для вечери. Мы не осуждаем Петра, потому что он так поступил, ревнуя не о себе, а об учителе. Впрочем, Господь, приучая его к евангельской жизни, дает наставление не употреблять меча, хотя бы и за Бога, кто думал совершать мщение. Отсечением уха Петр показывает, что иудеи болели непослушанием. Потом Господь приводит из речения закона, что убийца в возмездии сам должен быть убит, ибо закон говорит, что взявшие меч мечом погибнут. А указывает этим на то, что иудеи, поднявшие на него меч, будут истреблены от меча римлян. Далее не сказал «могу представить двенадцать легионов ангелов, но могу умолить отца моего». Так говорит, как человек по своей благопромыслительности ради немощи учеников. После того, как он показал тогда в себя много человеческого, например, пот, страх, моление, он не уверил бы, если бы сказал «я сам могу представить легионы ангелов». «Вместо двенадцати учеников мне представил бы отец, говорит он, двенадцать легионов ангелов, если бы я захотел. Легион есть самый большой полк, состоящий из шести тысяч всадников». Так должно быть. Всему тому надлежит быть, чтобы исполнились Писания. Впрочем, иудеи не потому были злы, что Писание предвозвестили асим. Но поскольку иудеи имели все это совершить по собственной злой воле, то в Писаниях изложено так пророками по внушению Духа Святаго. Стихи 55-56. «В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся Писания пророков». Показывает им безумное их предприятие, и то, что взять его, зависело не от их усилия. «Когда я был с вами в храме, говорит он, вы хотели взять меня, но поскольку я не попускал, то вы не могли удержать меня. Ныне же я добровольно предаюсь вам, ибо знаю, что невозможно солгать Писанием, которые прорекли о вашей злобе». Далее стих 56-57-58 стих. «Тогда все ученики, оставив его, бежали, а взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Прочие ученики разбежались, а Петр при более горячем усердии к учителю издали шел за ним, хотя и Иоанн шел за ним, но не как ученик, а как знакомец архиерея. Стихи 59-60. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Отводят Иисуса к Иоанн, так как он был архиереем в том году. Пробыли там целую ночь и прочие, не евши Пасхи, но дожидаясь, чтобы убить Господа, хотя и приступали закон тем, что не ели Пасхи. Тогда, как Господь ел Пасху в законенное время, они пренебрегли законом, чтобы только убить Господа. Далее стих 60-й, 64-й. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал. Воистину это были лжесвидетели, ибо Христос не говорил, могу разрушить, но разрушьте, не сказал при том храм Божий, но храм сей, то есть тело мое. Опять же, не говорил, могу создать, но воздвигну. И так явно, что это лжесвидетели, приписывавшие Иисусу то, чего он не говорил. Поэтому Христос, видя беззаконный суд, их молчал, ибо тех, для коих неубедительны были знамени, как могли убедить оправдание. Но архиерей, желая вовлечь его в богохульство, продолжает спрашивать листиво, чтобы осудить его как богохульника, если он скажет, я сын Божий, или же иметь его свидетелем против себя самого, если он отречется от того. Господь же, уловляющий премудрых в коварстве их, ответил так, «Ты сказал, то есть твои уста исповедали, что я сын Божий». Далее стих 64-й, «Даже сказываю вам, отныне узрите сына человеческого сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Это возвещает им словами пророка Даниила, который сказал, «С облаками небесными шел как бы сын человеческий». Книга пророка Даниила, глава 7-я, стих 13-й. Поскольку обвинители считали его прелестником, принявшим на себя смиренный образ, то Господь говорит им, «Увидите меня тогда грядущим силою и сидящим вместе с отцом». Силой называет здесь силу отца, грядущим не от земли, а с небес. Стихи 65-й, 66-й. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». У иудеев было быча раздирать одежду, когда случалось что-либо невносимое. Так и Каиафа, как будто бы по причине богохульства, делал это в обольщении народа, чтобы показать, что Христос произнес страшное богохульство, и этим заставить народ провозгласить его повинным смерти. Впрочем, надо бы знать, что Каиафе на раздрании одежды было знаком раздрания ветхозаветного архиерейства. стихи 67-68 «Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили «Прореки нам Христос, кто ударил тебя». Когда осудили его, тогда начали оказывать ему всякого рода озлобления и ругались над ним, закрывая лицо его одеждой, как говорит другой евангелист. Поскольку он признаваем был за пророка, то поэтому враги так и ругаются над ним. Слова плевали ему в лице и заушали его, значит, били кулаками. Стихи 69-75 «Петр же сидел вне на дворе и подошла к нему одна служанка и сказала «И ты был с Иисусом Галилеянином», но он отрекся пред всеми, сказав «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там «И этот был с Иисусом Назореем». И он опять отрекся склятывая, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясся и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И выйдя вон, плакал горько. Одержимый чрезмерным страхом, Петр забыл о своих обещаниях учителю и покорился человеческой немощи, как бы умирая от страха и не зная, что говорит. Но ты, разумея, это и в высшем смысле. Петр обличается служанкою, то есть человеческой немощью, этой малой рабыни. Пока не пропел петух и не привел его в чувство, петух означает слово Иисусова, которое не позволяет нам ослабевать и спать, но говорит бодрствуйте и восстаньте спящие. Сим-то словом, как петухом, разбуженный Петр вышел вон из двора архиереева, то есть из состояния ослепленного ума, и, выйдя из него, заплакал. Пока он находился во дворе ослепленного ума, то не плакал, потому что не имел чувства, но как скоро вышел из него, то пришел в чувство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!